По своей природе и Королёв, и Янгель были лидерами. Оба – могучие таланты, сильные личности. В одном гнезде двум орлам оказалось тесно. Постоянно возникали конфликты. Принципиально разные позиции в вопросах развития ракетной техники. Вот что обостряло отношения между Королёвым и Янгелем. Различались они и характерами. Ничего общего не было. Все разное. И Михаил Кузьмич – это душевный такой, простой человек, а Сергей Павлович – очень загонный человек. В общем, тот и другой сильного характера. Сильного характера. В общем, это говорило о том, что, ну, будем говорить, они по своему положению, в принципе, равны. Равны. Но, в отличие от Королёва, конечно, у Михаила Кузьмича было достаточно много человеческих качеств. Михаил Кузьмич был большим демократом, понимаете, у него не было такой разницы, что академики это, или так, равны отношения. Поэтому его все уважали, любили его. Михаил Кузьмич был таким человеком, который притягивал к себе людей. Казалось, суровое лицо, а вот улыбнется, скажет что-то такое, и как-то тепло на душе становится. Я знаком и с Челомеем, и с Сергеем Павловичем, с очень многими главными конструкторами, но не многими, их всего немного. С Макеем мы вместе учились, я всех знаю, Решетнева знает. Из них самый такой человечный, гуманный и, главное, понимающий жизнь, знающий жизнь – это был, конечно, Михаил Кузьмич Янгель. Королев, конечно, был по характеру довольно жесткий человек. Ну, одни говорят, что это требовательность на Байконуре. Я видел, что он очень жесткий, даже суровый в отношении с подчиненными, с людьми, с которыми он работает. Михаил Кузьмич никогда этого не проявлял ни во взаимоотношениях с людьми, с которыми он работал, ни с учеными, с которыми он общался, ни с товарищами, с которыми он дружил. В судьбе Королева прослеживается какая-то роковая особенность. То его охраняли как зэка, то как секретного главного конструктора. Вся жизнь за колючей проволокой. Когда мы шли с ним по его КБ, то, имею в виду, по коридору уже ничто не шел. Или если шел, так он спиной уже в стенку врастал. Понятно? Я точно разговариваю. Независимость поведения Сергея Павловича Королева, она не нравилась Дмитрию Федоровичу Устинову. Очень нравится. И он искал любые такие возможности как-то найти противопис. Претендентов было несколько, но наиболее реальным был Василий Будник. Поинтересовались мнением Королева. Сергей Павлович с нескрываемым раздражением заявил, вся эта затея – чистейшая авантюра. Ее поддерживает Янгель. Назначайте Янгеля. Посмотрим, как он выкрутится. Члены Королевского совета главных, особенно двигателисты Глушко и Исаев, поддержали кандидатуру Янгеля. Решающее слово оставалось за Устиновым. Ему был нужен не просто руководитель, а личность, способная стать противовесом Королеву с его ракетным монополизмом. Устинов решал две задачи. Янгель мог реализовать свои идеи, а Королев получал достойного конкурента. К тому же медведи разводились по разным берлогам. Королев оставался в Подлипках, Янгель уезжал в Днепр. Михаил Янгель. Родился в 1911 году. Окончил Московский авиационный институт. Работал в КБ Поликарпова. Изучал самолеты строения в Америке. С 1938-го – ведущий конструктор, директор опытного завода. В 1950-м – окончил Академию авиационной промышленности. Работал в КБ Королева. Начальником отдела, заместителем главного конструктора. С 1952-го – директор НИИ-88. С 1954-го – главный конструктор ОКБ-586. Родина Янгеля – Восточная Сибирь. Его дед, Лаврентий Янгель, вот бы в 8 лет каторжных работ на золотых приисках, поселился на берегу Элима. У родителей Янгеля было 12 детей. Сами безграмотные. Они сделали все, чтобы дети получили образование, вышли в люди. Александр Янгель окончил военную академию имени Фрунзе. Генерал-майор в годы войны командовал дивизией, отличившейся при обороне Ленинграда. Константин Янгель окончил Дальневосточный институт. Преподавал географию в школах Кузбасса. В 1938 году погиб в застенках НКВД. В 1957-м – реабилитирован за отсутствием состава преступления. Николай Янгель. Служил пограничником, участвовал в боевых действиях на Дальнем Востоке. Павел Янгель. Ветеран Второй мировой войны. Георгий Янгель. Участник войны, ветеран пограничных войск. Яков Янгель. Известный в Восточной Сибири охотник-соболятник. Судьба дочерей оказалась не такой яркой. Обычные доли русских деревенских женщин. Михаил Янгель был шестым ребенком. Учился в сельской школе. С 13 лет воспитывался в семье родственника, ссыльного поляка Виктора Казимировича Яскуло. В 27-м году Михаил переехал в Москву. Окончил ФЗУ. Стал помощником мастера на ткацкой фабрике в Подмосковье. Учился в МАИ и работал в КБ Поликарпова, знаменитого авиаконструктора, короля истребителей. Михаил Янгель Ирина Стражева Они познакомились в МАИ. Поженились в МАИ 39-го. Друзья советовали, не женитесь в МАИ, вечно будете маяться. Не послушались. Семейное счастье продолжалось недолго. Его командировали на авиационный завод в Нижний Новгород, а она уехала на учебные сборы аэроклуба. И полетели письма. Михаил писал жене почти каждый день. В годы войны Янгель организовал ремонт боевых самолетов. Прямо с завода они вылетали на защиту неба столицы. Награжден медалью за оборону Москвы. Потом у Михаила Кузьмича появилась и новая работа, и более длительные командировки. В ракетостроении их оказалось не меньше, чем в авиации. В семейном архиве сохранилось почти 3000 писем Янгеля. Легко подсчитать, сколько лет Ирина и Михаил были в разлуке. Стражева утверждала, «Можно жить под одной крышей и быть далеко друг от друга. Мы прожили нашу жизнь вместе, хотя порой жили в разлуке месяцами и даже годами». Редкий снимок. Счастливые отец и мать с детьми, Людмилы и Александром. Дети, как и родители, окончили Московский авиационный институт, были причастны к ракетостроению. Михаил Кузьмич иногда шутил, авиационно-космическая семья. В 54-м Янгеле направили в Днепропетровск. Надеялся, едет на 2-3 года. Оказалось, на всю жизнь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова